Уж в далеких 90-х Кейт Мосс была настоящей иконой стиля. Сегодня о ней почти не вспоминают, а ведь раньше ее персона обсуждал весь мир, в том числе из-за громких скандалов. Сейчас славу девушки пытается перерасти ее собственная дочь. Лили Грейс уже 19 лет и она почти полная копия мамы. Это канал Пропавшие, меня зовут Анна и давайте разберемся, чего же она успела добиться к своим годам и как смогла вдохновить миллионы людей во всем мире. Мосс всегда была по-детски худой, угловатой и совсем невысокой. Именно из-за этого ее постоянно называют женщиной-подростком. Но с другой стороны, именно эти параметры и сделали ее самой высокооплачиваемой моделью 90-х и 2000-х, принеся в мир моды новую изюминку. Но девушка имела и ряд минусов, из-за чего постоянно попадала в скандалы. Однажды ее даже обвинили в пропаганде анорексии и употреблении запрещенных веществ, что уж говорилось про постоянные вечеринки и кучу бойфрендов. Кстати, в списке ее любовных побед есть и известный актер Джонни Депп, из-за расставания с которым она в свое время долго грустила. Более серьезные отношения уже начались с новым избранником, которым стал редактор журнала Джефферсон Хэгг. Этот союз принес в жизнь Кейт пока единственную дочь Лилу Грейс. Но когда малышке было всего полтора года, пара рассталась, а в жизни Кейт наступила черная полоса и модель пустилась во все тяжкие. Ее в очередной раз застукали за употреблением запрещенных веществ, только в этот раз последствия были куда хуже. Из-за громкого скандала модные дома разорвались с ней все деловые отношения, а соцслужбы и вовсе грозились отнять ребенка. Кейт не сдалась, а пошла на компромисс и согласилась на долгую реабилитацию, чтобы вернуться к нормальной жизни. К ее же счастью это удалось, как и удалось огородить свою дочь от всех скандалов и выстроить с ней дружеские и доверительные отношения, несмотря на бурную личную жизнь. По мере взросления девочка все больше становилась похожа на маму. Еще в школе ей начали пророчить карьеру модели, а уже в 14 лет она заключила свой первый выгодный контракт и приняла участие в рекламной кампании, а к 17 годам имела портфолио, которому могла позавидовать любая сверстница. Уже в 19 лет к Лиле Грейс пришла мировая слава. Поподом для этого послужила фотосессия для обложки журнала Vogue вместе с мамой, а закрепила эту известность Грейс на показе Versace и Fendi в Милане. Но бурную реакцию зрителей вызвала не только ее внешность, но и инсулиновая помпа на бедре. Оказалось, что дочь супермодели имеет серьезное заболевание диабет первого типа, поэтому выработку инсулина в ее крови контролирует специальное устройство. Ранее девочка не рассказывала широкой публике о своей проблеме, однако теперь могла вдохновить миллионы людей своим примером, что с этим диагнозом можно жить нормальной жизнью и чувствовать себя уверенно. Лила Грейс будет продолжать работу в модельном агентстве своей матери и в отличие от нее девушка никогда не была замешана в скандалах. От мамы она унаследовала лишь чувство стиля и любовь к моде, а не походы по клубам и распутную жизнь. На этом сегодня все. Как всегда, жду ваших лайков и комментариях. Увидимся!